Сказали, что товар является технически сложным. Как действовать дальше? Как парировать этот аргумент? Как грамотно возразить сотруднику в магазине? Да и является ли товар технически сложным вообще? Сейчас узнаем ответы на все эти вопросы. Вопросов не останется, но перед этим прочитаем вопрос зрителя, из-за которого я снимаю это видео. Также не совсем понимаю момент с технически сложными товарами. Ваших видео это выглядит как смех. Но действительно, я уже не раз шутил по поводу технически сложных товаров, потому что в самых первых видео я четко объяснил, что товар является технически сложным, если он присутствует в перечне технически сложных товаров. Никаких других критериев больше нет. В нем есть электричество, мелкие части, невозможно починить самостоятельно, сложно много деталей, дорого чинить. Все это не критерии, они не работают. Есть один единственный критерий. Я в своих видео даже предложил ввести перечень номер 17. Вместо перечня технически сложных товаров, чтобы люди не додумывали себе, что этот товар вроде бы сложный, вроде бы нет, назвать это перечень номер 17. И перечень товаров номер 17 можно возвращать только при наличии существенного недостатка. И вот потребителю надо понять, а у меня процессор от компьютера входит в перечень товаров номер 17. Какой есть единственный способ проверить, есть ли ваш товар в перечне номер 17? Открыть перечень номер 17 и посмотреть, есть ли ваш товар. А когда перечень называется перечень технически сложных товаров, у людей случается такое вот интересное заблуждение. Они начинают думать, что, ну ведь вроде выглядит сложным, процессор от компьютера, ну реально это сложнейшее устройство, наверное он технически сложный, а так мыслить нельзя. У нас только один критерий – наличие товаров в перечне технически сложных товаров. Так вот в этом перечне процессора нет, и он не является технически сложным товаром. Но на талоне написано об этом крупным планом. То есть на талоне гарантийном написано, что товар является технически сложным товаром. Мы это встречали не раз. В гарантийном талоне это написано. Иногда производитель рассылает информационное письмо, что его товар является технически сложным товаром. И ответили на это уже множество раз. Независимо от того, что говорит гарантийный талон. Напоминаю, что такого термина вообще не существует в законе. И у нас гарантийный талон это выдумка и фикция. Ни гарантийных талонов, ни гарантийных случаев, ни негарантийных случаев их не существует. Есть только гарантийный срок. Так вот, все, что написано на гарантийном талоне, в помоечку. Потому что это фантик, который нас совершенно не касается. Это по поводу того, что написали на гарантийном талоне. Дальше по поводу того, что производитель делает рассылку, где указывает, что его товар является технически сложным. Куда мы деваем эту информацию? В помоечку. А если вам приходит письмо, то мы его в помоечку, только электронная. А если вы решили узнать, является товар технически сложным или нет. И заходим на официальный сайт производителя, где открываем этот товар. И там написано, что он является технически сложным товаром. То мы эту информацию куда отправляем? В помоечку. Даже расскажу, как это сделать. Открываете файл в Word. И жмете файл, создаете, создаете файл Word. Информацию с сайта, с сайта, где написано, что этот товар является технически сложным товаром. Копируем в Word. Нажимаем файл. Сохранить как? Сохраняем документ под названием технически сложный товар. Дальше выбираем этот файлик у себя в проводнике, тыкаем на него, нажимаем удалить в помоечку. Правой клавишей на помоечке очистить мусорное ведро. Вот как нужно поступать с такой информацией. Потому что наличие товаров в перечне технически сложных товаров делает его технически сложным товаром. Больше ничего. Все остальное уловки. И вот пишет. В перечне закона, однако, пишет потребитель, компьютеры и ноутбуки нет видеокарты. Так совершенно верно. Наш потребитель-то грамотным стал. Если ответ придет мне, что это все-таки технически сложный товар, можно ли ссылаться, что видеокарты нет в законе? Ну, это не закон, это постановление правительства об утверждении перечня технически сложных товаров. Но юридическая сила у него тоже высокая. И на ваш вопрос, можно ли ссылаться, ответ, да, конечно, да. Запомните. Вот есть в мире людских и человеческих бесед, беседы, диалоги, споры. В них вы говорите одно, вам возражают, вы второе, вам третье, вы четвертое, вам пятое. Это в мире людских разговоров, в мире бесед. А в мире юридическом не так. У вас есть аргумент, товара нет в перечне технически сложных товаров. Вы его даете магазинам. Он вам выдает какой-то контраргумент. Но ведь видеокарта является электрическим прибором, в котором происходит вычислительное... А вы такие, повторяете то же самое. Как будто вы человек не сильно грамотный. Но видеокарты нет технически сложных, в перечне технически сложных товаров. Максим говорит. Но сейчас есть коды ОКВЭД, в которых она является... А вы говорите. Но видеокарты нет в перечне технически сложных товаров. Максим говорит. Слушайте, у нас есть официальное письмо от компании ПАЛИТ. Там написано, что видеокарта является технически сложным товаром. Но в перечне технически сложных товаров отсутствует видеокарта. Забирайте ваши деньги. Вот обычно так это и работает. Это похоже на беседу не совсем здоровых людей. Вы продолжаете повторять одну и ту же фразу. Вам накидывают разное. И вы просто повторяете, повторяете. И вдруг вы вернули деньги. А как бы вы могли? На каждый аргумент магазина контраргумент. Видеокарта обладает такими критериями, как сложная расчета плюс электричество. Но данные критерии не определяют технический сложный. Есть письмо компании ПАЛИТ, что видеокарты являются технически сложным. Но письмо не имеет юридической силы. Есть кодек, но они не имеют... И вот если вступите в это болото, начнете со всеми уловками магазина возражать, бороться, работать, вы в этом болоте и завязнете. Вместо этого вы просто берете один аргумент. Что товар отсутствует в перечне технически сложных товаров. И как странный человек, назовем это человек дерево, повторяете одно и то же, одно и то же, одно и то же. Прикол в том, идея в том, суть в том, цимус в том, что именно так лучше действовать в юридическом мире. Лучше не беседовать в форме «вы что-то новое», «вам что-то новое», «вы что-то новое», «вам ответ что-то новое», а занять свою позицию, взять один реальный аргумент, который имеет юридическую силу, и тут повторять его, повторять, повторять, повторять. И когда у магазина кончится контраргумент, он просто вернет вам деньги. Странно, смешно, нелепо, но обычно так это и работает. Дальше. Можно ли ссылаться на то, что видеокарты нет в перечне? Нужно! Это единственный аргумент, который нужно говорить. И как заранее вести, или как выйти заранее из этого в диалоге? Смотрите. Я в начале видео сказал, что научу вас грамотно спорить, возражать, аргументировать и защищать свою позицию в магазине. Правило номер один. «Вы» — это крепость. Потребитель — это крепость, которая идет возвращать свой товар. Запомните китайскую поговорку. «Крепость, которая ведет переговоры, уже наполовину взята». Как только ваша крепость хочет вернуть товар, ваши шансы очень великие, особенно если претензии напишите. Но если вступите с магазином в переговоры, вы уже наполовину проиграли. Потому что когда я вам тут рассказываю, как говорится, себя грамотно, вы мотивируетесь, слушаете. Но когда перед вами 35-летний мужчина взрослый рассказывает, что магазин уже 10 лет работает, практика проверенная, вот сдаем на экспертизу, в другой город возвращаем. Если нет, то да, если так, и мы так действуем уже давно, у нас все нормально, все вот так реально надо работать, а не слушать диванных критиков и экспертов в интернете, которые там любят поболтать. Они ничего не понимают. И вы встречаете этого мужчину, который вам все это говорит, рассказывает про устоявшийся порядок, про качество, как все это работает. И вот эта вот психологическая энергетика эмоциональная, она на вас влияет. Серьезный мужчина, все рассказал, все объяснил. И вы такие, блин, ну, наверное, мальчик, он что-то ерунду какую-то наговорил. Вот я сделаю, как они сказали, и все четко будет. И он даже говорит, если так, 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 то вернем деньги. Вот так делать нельзя. Я, может быть, и мальчик в интернете, но я вам ссылаюсь на законы, рассказываю про них, рассказываю про ваши права. А там заинтересованная сторона, которая заинтересована в том, чтобы вас склонить к не очень эффективным действиям. Врать там вам никто не будет. Вам скажут, что товар возьмут на экспертизу, на ремонт, и магазин имеет право. Но в статье 18 пункт 1 указывает, что потребитель в случае обнаружения недостатка в товаре вправе по своему выбору требовать ремонта или возврата денег. Потребитель по своему выбору. А когда вы прийдете в магазин, вам, конечно, склонят к неэффективному варианту ремонта. Неэффективному для вас, очень выгодному для магазина. Поэтому не нужно вести диалоги. То есть, в начале видео я сказал, что научу вас, как вести диалог с магазином, как парировать аргументы, как возражать. И получается, что мой ответ таков. Надо уйти из этого диалога. Прямо как известная цитата. Единственный способ победить в споре – это избежать его. Ваш способ грамотного взаимодействия с магазином – это уход от любых бесед с магазином. Написание претензий, предъявление ее в одностороннем порядке, в форме электронной претензии через сайт Почты России. 10 минут 70 рублей и готово. И все. И все. Дальше вы игнорируете всех. Знаете, как в магазинах устроена система. Если вы будете таким потребителем, который будет всех игнорировать и просто напишите претензию. В конце концов, крупная сеть передаст вас в специальный отдел, где будут сидеть специалисты типа меня, которые умеют болтать. Умеют аргументировать, умеют говорить, умеют говорить вдохновенно и проникновенно. И вот вам позвонит этот специалист из Москвы, и он вам так все разложит и аргументирует, что вы согласитесь на ремонт. Потому что там сидят очень грамотные люди. Но крепость, которая не ведет переговоры, она не взята наполовину. Поэтому вы можете просто тупо повторять одно и то же. И, конечно, было бы интересно мне устроить диалог с такими специалистами с удовольствием. Но мне они не звонят. По понятным причинам. Потому что я пишу претензию, когда нужно вернуть. А потом просто с магазином не общаюсь. А лишь напоминаю о неустойке. Не веду с ним беседы о том, что этично, неэтично, правильно, неправильно, экспертиза, неэкспертиза. И вам советую. Итак, что делать, если вам сказали, что товар технически сложный? Открываем мое видео. Возврат товара по гарантии. Полный порядок действий. Смотрим его и действуем ровно по тому, как нам написано. Сначала просим вернуть. Если нет, то сразу отдаем претензию. Если магазин начинает действовать и активировать любой сценарий, кроме возврата денег, в том числе, например, одним из таких примеров уловок является аргументация, что товар является технически сложным, вы просто напоминаете магазину про неустойку. Потому что она начинает идти. И тут магазин вам скажет. Слушайте, у вас товар технически сложный, поэтому неустойка набираться не будет. Но от того, что это сказал магазин, она все равно будет набираться. Магазин скажет. Мы на ваши претензии ответили. Неустойка не набирается. Но от того, что вам отказали по претензии, она не теряет силу и неустойка набирается. И вы просто звоните еще через три дня в магазин и говорите. Вот вы мне были должны там 50 тысяч. Через три дня после 10 уже должны, например, 55. А еще через неделю будете должны 62. Может быть, вы не будете заниматься ерундой. Вы хотите мне больше денег отдавать? Может, так отдадите деньги? И, пожалуйста, передайте это директору, что вот через неделю 62, а через месяц 80 тысяч рублей вы мне будете должны. То есть 50 за товар, там плюс абстрактно 30 за неустойка. И это самый эффективный вариант, который, по-моему, существует. Ну, а если он не помогает, то вы открываете видео «Возврат товара по гарантии полный приорогисты», и там следующие шаги указаны. Как увеличить существенно вашими действиями шанс возврата товара. И в начале того видео легендарного я говорю, что не существует стопроцентного шанса вернуть товар. Возможно, вам придется идти в суд. Но в ваших силах, как потребителя, сделать действия, которые максимально увеличат ваш шанс в досудебном успехе, в досудебном возврате денег. Вот эти действия вы и можете делать. Вот и делайте их. Понимая, что вы, в конце концов, если сделали все магазины, все равно опираются, ну, дальше вы идете в суд и выигрываете его. Или не выигрываете. Тоже, возможно, сценарий. Но, опять же, вы можете делать некоторые действия. Эти действия эффективны. О них рассказано в видео. Вот их и делайте. И эти фразочки. Для меня вопрос. Для меня вопрос технически сложного товара. А он, знаете, он животрепещущий. Было и времена. Я купил аккумулятор в автомобильном магазине. А он не подошел по размеру. Он просто не подошел в разъем в автомобиле. И я решил его вернуть. И мне там сказали, что аккумуляторы нельзя вернуть, если они исправны и не подошли по размеру. А это как раз текст статьи 25. Исправный товар, который не подошел по цветам, размерам, габаритам и комплектациям. Вот у меня по габаритам не подошел. А мне говорят, его нельзя вернуть. Потому что он технически сложный. И это верно. Технически сложные товары нельзя вернуть. Если они подошли по габаритам и комплектации. Но чего мне не договорили. В чем меня ввели в заблуждение. Мне сказали, что аккумулятор является технически сложным товаром. То есть я начал проверять. О, да, действительно, технически сложные товары нельзя вернуть. Но в то время я не задумался. А аккумулятор таким является? Ну, как я подумал? Ну, большой? Большой. Ну, тяжелый. Ну, тяжелый. Ну, электричество. Ну, электричество. Нет, ну уж точно технически сложный. Как я был глуп. Не повторяйте мои ошибки. Аккумулятор не является технически сложным товаром. Я должен был прийти в магазин и легко его заменить. Но тот, который подойдет мне по габаритам, масштабу, по габариту, цвету, комплектации. Но я этого не сделал. В случае, если бы мне опять там отказали, я должен был написать претензию. И повторять, что аккумулятор отсутствует в перечне технически сложных товаров. Ровно, как я вас учил. Это я учу себя из будущего. Если когда-нибудь я посмотрю это видео в прошлом, я увижу это видео и сам себе скажу, как делать. А нет, в этом случае мне тогда вернут, заменят аккумулятор. И я не буду активно бороться за защиту прав потребителей. И не буду снимать эти видео. И тогда я не сниму это видео и не увижу его. И тогда, и тогда мне не вернут аккумулятор. И я буду снимать эти видео. Работает! Так, напоминаю, что... Это, кстати, была реальная история про аккумулятор. Вот я живу в Екатеринбурге. Самая крупная сеть аккумуляторных магазинов. Всем подряд. И даже на своем официальном сайте продолжают писать, что аккумулятор является технически сложным товаром. То есть в лобовую вводят заблуждение потребителей. Напрямую. Просто вот прямым текстом. Я с тех пор, вы, наверное, заметили, что аккумулятор в контексте технически сложного товара, это, так сказать, шутка, которая уже два года во всех видео проявляется с тех пор в наших. И мы всегда его приводим. Я всегда его привожу в пример. Окей. Все. Меня можно поддержать. Меня лично. По номеру карты в описании. Смотрите, вот он, номер карты в описании. Там написан номер карты и слово Екатеринбург. Это где я нахожусь. Чтобы вы понимали, где я нахожусь. Это важно. И вот вы, соответственно, меня можете поддержать. Небольшую сумму, которая будет очень полезна для меня, но несущественна для вас. То есть 30, 50, 70, 100 и может быть даже 200 рублей. За что я вам буду очень благодарен. Потому что это будет не так сильно напрягать ваш бюджет. Но мы знаем, что если ваши знания, вы хотите, чтобы они были ценные, то им нужно дать ценность. А как им дать ценность? Поблагодарив меня. Вот насколько наговорил, так и оцените. Вот я по-вашему ленился, халтурил, шаблонно и уныло говорил, тогда и не поддерживайте. А если старался, эмоционально рассказывал и вот был перед вами живым и настоящим, тогда можете поддержать. По принципу я помог вам, вы помогли мне. Напоминаю, что никаких партнеров, продюсеров, ничего не существует. Все, что кидаете, прямо вижу, вас благодарю, улыбаюсь. Маленькие суммы редко приходят, но иногда приходят. Когда приходят, я прям чувствую себя хорошо. Когда-нибудь, когда-нибудь в далеком будущем, через полгода, в идеале. Но когда-нибудь в далеком будущем вас будет достаточно много. И это будет хотя бы частично компенсировать мои затраты на съемку, оформление, выкладывание. И я это говорю уже словно текст читаю. Потому что это всегда одно и то же, одно и то же. Каждый раз я придумываю, какой новый способ в конце сказать, чтобы было интересно. Даже систему про донаты подаю с интересом. Вот сейчас я подаю ее в рекурсивной форме. То есть рассказываю про донаты, рассказывая вам про то, как я рассказываю про донаты. Ну кто еще будет так делать? Я только. И за это можно меня отблагодарить, поддержать. Ну и видео у нас пошли. Но по теме технически сложных товаров, надеюсь, все все поняли. Это типичнейшая, типичнейшая уловка магазинов. Не ведемся на нее. Это банально. Это как азбука уловок у магазина. Но если есть, это, наверное, будет буква Б или В. А буква А это сдавайте в ремонт, а буква Б не пишите. Претензии все равно не отдадим. Вот. Поэтому не ведемся. Меня, кто хочет, поддерживаем. Опционально, добровольно, не обязательно. Но очень желательно, если хотите. Буду вам искренне благодарен. Увидимся в следующих видео. Всем пока.